привет я начинающий электротехник который не в зуб ногой у меня сломался телевизор я буду чинить но ничего не знаю начинаю с нуля сейчас расскажу как я это делаюсь кому интересно значит так но по ходу я помню что нужно какие-то приборы для того чтобы мерить провода так по случаю мне достался в этот прибор называется он dt а вот написано dt 830 как я понял большинство приборов которые сейчас изготавливаются продаются китайского производства хоть у меня и к ним подозрительное отношение однако выхода у меня нет я уже проштудировал интернет и понял что в основном китайские продукты и все с успехом ими пользуются электротехники так что буду я но стал выбор как же мне поступить с чего начать я вообще ничего не понимаю в этом естественно для того чтобы чинить какой-нибудь прибор нужно естественно щупать провода просто это уже знал что пощупать какие-то провода характеристики токи и все такое прочее ну и нашел вот этот прибор называется он по моему мульти тестер что-то в этом роде так мульти нет но мульти тестер переводится но неважно тестер короче в простонародье вот как же им пользоваться подумал я начал изучать сначала какой прибор купить я так понял что мне нужно изучать конденсаторы в первую очередь потому что на телевизорах летят блоки питания по поломке судя у меня блок питания и что я обнаружил что здесь в этом приборе хоть она измеряет и силу тока и напряжение и сопротивление и некоторые отдельные детали конкретной схемы но он не измеряет емкость конденсатора а в блоке питания телевизора как раз и настоять конденсатор короче чаще все летает летят я обратился к более дорогим приборам обратился к разным другим которые подобным этим тестером которые также у них графе включается измерение конденсаторов на электролитических конденсаторов но оказалось что все-таки это не последний фактор измерения характеристик конденсатора и там такие там такие характеристики конденсаторов что мне так показалось покупать более дорогой прибор с графом конденсатора не так все и просто то есть конденсатор так просто не определить есть даже такая характеристика конденсаторов называется она esr esr но по-английскому там буква е и и по-английски esr такая характеристика может быть испорчена конденсатора и не играть не емкость на нее не силу тока не играть а только поломка в esr значит будет являться неисправностью конденсатора но этот прибор esr не ну как бы не покажет опять же мои предварительные заключения не знающего в этом ни разу не грамотного так вот от дорогих приборов я снова перешел назад я стар буду стараться этим прибором измерить все детали моего телевизора начиная с блока питания используя характеристики вольтажа силы тока ампера в амперах и сопротивление но решил начать с батареек правильно почему не начать с батарейки с аккумуляторов и вот что я обнаружил ну батарейка понятно измерять очень просто на 10 вольтаж тут уже для таких как я не знающих уже есть . с чего начинать вольтаж вот я начинаю вольтаж и я беру батарейку ну в данном случае у меня аккумуляторы измеряя сил тока сил ток измеряю я кстати для меня очень интересно потому что я уже кое-что узнал о том о своих аккумуляторах чего не знал так вот я подставил чтобы это было видно и включил вот здесь вот в вольтаже характеристику порядка 20 я так понимаю 20 вольт нет но вряд ли милливольт до 20 милливольт здесь 2000 милливольт ну это для меня тяжело я пока не очень грамотный я так понял красный провод это плюс черный это минус и подключаю этот контакт сюда это сюда это сюда и черном вам покажет о показывает 1 и 4 144 144 а если переворачиваю показывает минус 1444 отлично первое измерение сделал в принципе не так важно каким контактом подключать мне батарейки или к аккумулятору я понял так что прибор работает и в ту и другую сторону минус только показывает в том что я вот этот плюс подоткнул не на плюс она минус и тем самым поменял полярность а чтобы правильно было надо плюс на плюс тогда здесь не будет минуса напряжение я измерил теперь я хочу перейти к напряжению вернее к характеристикам аккумулятора они батарейки батарейка понятно как батарейка она испускает из себя примерно полтора вольта что на ней собственно и указано а теперь я попытаюсь выяснить рабочий ли этот конденсатор или нет так как у меня есть другой прибор зарядник конденсаторов я когда сюда вставляю что он показывает он показывает зарядку это конденсатор видимо рабочий но бывает такое что я вставляю и конденсатор не работает сейчас я покажу что мы видим мы видим что конденсатор этот моргает то есть он как бы вышел из строя и заряжается он каким-то неправильным образом я много таких конденсаторов по выбрасывал но так как я начинающий электротехникой теперь я уже отпадный специалист я пытаюсь выяснить в чем же этот конденсатор не так и почему он моргает сейчас значит так как вот этот мой прибор не измеряет ни емкость не тем более и ср для измерения ср вообще нужен отдельный прибор а измерение емкости тоже бы желать на другой прибор и вот эти все вся богодельня я так думаю это не измеряет даже если где здесь есть подороже системы измерения конденсаторов в его емкости то есть конкретно то это не показатель может быть вы заметили и вернее я заметил что все эти электротехники на алиэкспресс покупает отдельный прибор где этот прибор сразу высвечивает именно для конденсаторов всех характеристик и видимо придется пользоваться и мне но так как у меня пока нет я сейчас попытаюсь выяснить что с этим прибором не так потому что я уже видел как смотря как это такие конденсаторы замеряли другие специалисты не совсем понял теперь мне предстоит самому как в этом разобраться так посмотрим что он говорит ну вот как мы видим его характеристики приближается к единице ну по такому принципу тут 9 если ну скорее всего 9 и 5 и 5 скорее всего это не единица будет 10 но в принципе в математике это ноль то есть надо предполагать что он заряжен конденсатор как мне рассказали электротехники у него никакого сопротивления нет когда он разряжен поэтому его бы чтобы определить нам надо разрядить но я боюсь эти магазинные конденсаторы она обладает достаточно большой емкостью по сравнению с оборудование который стоит в сети то есть телевизоре а может быть система там другая поэтому разряжать этот конденсатор я не берусь замыкая вот эти два контакта вообще надо было замкнуть два контакта снять с него всякую емкость на ноль восстановить и потом замерять но здесь я этого делать не могу в избежание поломки этого аккумулятора поэтому я возьму переверну посмотрим что будет что я увижу контакты переверну да что ж такое о он показывает единицу единицы это тоже нормально для конденсатора то есть конденсатор пропускает же только только в одну сторону единица показывает бесконечность как бы как это утверждается специалистами то есть пропускание тока вернее сопротивление и его стремится к бесконечности то есть он только не пропускает он сопротивляет то есть он полностью заряжены естественно и в эту сторону видно что он близок полностью близок к единице это мои выводы личные или по крайней мере интерпретация с так он показывает один то есть в любом случае на этой на этих парах я вижу что этот конденсатор как бы по первым характеристикам рабочий но когда его ставлю сюда он отказывается восприниматься как рабочий однако по характеристикам он судя по одному он в обратную сторону только не пропускает то есть сопротивление максимально о чем говорит единица вот эта единица говорит а здесь до единицы вот единицы говорит а здесь до единицы он не доходит если наоборот поменять в эту сторону он видимо должен заряжаться но стремится к единице то есть практически он полностью заряжен насколько я понял если конденсатор плохой у него должен быстро хотя бы падать электрический ток верно ну как я подумал поэтому ставим сюда на вольтаж и посмотрим как он будет работать вот в вольтаже так я не туда поставил вот эта фигня наоборот поставил вольтаже как он работает вот он покажет почти 1,3 вольта сколько он 1,5 1,3 вольта ну наверное это мало для такого конденсатора который должен давать 1 нет 1,2 вольта здесь здесь 1,2 вольта на этом конденсаторе так что 1 и 1 и да они на 3 примерно 1 и 2 это те токи которые он и должен выдавать и что я вижу несмотря на то что один прибор показывает что этот конденсатор не рабочий другой вот этот тестер показывает что он выдает ток ток не падает значит он держит ток стабильно по крайней мере вот на данный момент и полностью заряжен однако вот этот прибор показывает что что с ним что-то не так я таких аккумуляторов по выбрасывал немеренную тонну но по крайней мере какое-то количество теперь я решил не выбрасывать я просто сейчас покажу как я вставил мышь в мышь два таких аккумулятора и они прекрасно работают где эта мышь у меня вот она мышь я вставил сюда два таких поломенных аккумулятора и оказалось что мышь прекрасно работает конечно я не до конца понимаю что с этим аккумулятором происходит для начала этот аккумулятор надо разрядить скорее всего но это не представляется никак возможно в любом в любом случае поэтому по крайней мере первоначальные знания у меня такие значит если аккумулятор не разряжен ток его не падает его вольтаж не падает и максимально он то сопротивление его максимально значит он собственно заряжен и готов отдавать ток и несмотря вот на этот прибор я буду использовать по крайней мере два аккумулятора вставленные сюда мышь завелась работать что дальше будет посмотрим я специалист начинающий но уже этот прибор у меня уже принес пользу однако результат с проверкой конденсаторов для меня как для начинающих является еще очень сложным обязательно я так понял нужно иметь опыт опыт общения с конденсаторами нужно учесть много характеристик и скорее всего придется купить на алиэкспресс прибор по замеру характеристик конденсатора как и всем нормальным специалистам которые хотят знать все его характеристики в том числе и с р буду двигаться дальше это начало моего изучения я собираюсь починить телевизор